Народ, всем привет! LikeAuto на связи, с вами Илья. Сегодня у нас в кадре Женя. Женя, это мой друг хороший, занимается именно водной и мототехникой, потому что посмотрите ее здесь сколько много. Жень, слушай, ну, народ сразу же спросит, как бы вы сейчас покажете цены и так далее. Вопрос такой, чтобы сэкономить бюджет, можем ли мы заниматься привозом бэушной техники? Конечно, можем. То есть, это все выгодно скорее тащить на сегодняшний день. У нас и курс позволяет, получается, плюс есть отправки, как ты знаешь. Их без проблем грузят, потому что они не такие объемные, как автомобили. Места есть? Места есть. Это огонь. Друзья, я напомню, что нам Япония, смотрите, как бы основатель вот всей этой мототехники, да, водной техники, конечно, это Япония. И она в какой-то момент ввела на нас ограничительные санкции по вывозу своей продукции из своей страны. Соответственно, то есть, как бы Корея дружественная страна. Отправляем хоть за 10 миллионов, хоть за 20 миллионов, что Япония нам делает реально барьер. Ну, вот примерно так. Так, ну что, сегодня у нас в ролике, друзья, очень много техники. Сразу же покажем, расскажем. Женя здесь просто не умолкает телефон. Так что вы пока заваривайте вкусного чайку и погнали. Мне, слушай, вот этот сразу же понравился. Сеяду, друзья, как я вижу, это GTX Limited. Абсолютно верно. Слушай, так это вообще прямо жирный. Трехместный, я вижу. У нас есть аудиосистема. И смотрите, какой у него просто космический руль, друзья. Ну, зацените, кстати, прямо его V-образная форма. Я думаю, это прямо огонь. Слушай, сколько он у нас получается? Трехсотый, 300 лошадиных сил, правильно? Да, трехместный. Трехсотый, трехместный, 300 лошадиных сил, друзья. Просто нереальная скорость. Мне кажется, GTX это у нас идут в линейке самые мощные. Абсолютно верно. Самые мощные в линейке идут. Так, друзья, ну что? Это BRP-шка трехместная, новая, 22-й год. Цена под ключ во Владивосток 2 миллиона 300. Абсолютно верно. 2 миллиона 300 тысяч рублей. Но я думаю, в любом случае на России они есть, но бэушки и чуть дороже. Здесь вообще это ноль. Это ноль пробега, правильно? Их, во-первых, нету, да. То есть это абсолютный ноль, да, как бы. И в связи, как бы, ну, с кризисом, грубо говоря, который произошел у нас из-за санкций, то есть их большая нехватка. Слушай, ну, прикольно. Они, кстати, сразу же уходят, получается, у нас без платформы? То есть они будут уходить, получается, упаковываясь в коробку, чтобы не повредились, чтобы ничего не потерялось. Ага. Да, то есть мы их запаковываем в коробку, получается, и отправляем во Владивосток. Также у нас здесь есть уже подножки. Видишь? Там нету их. Там нету. А, здесь уже все? Да, здесь уже у нас подножками, да. Слушай, обрешетка же нормально делают. Я помню, мы наш мотоцикл, Харли, его отправляли. Абсолютно. Вообще в идеале. То есть как бы на заводе его упаковали в пленку, в пупырчатую пленку, доской обили, все сделали. То есть как бы закрепили, так сказать, так, что прям нормально. Так, ну ладно, хорошо. 2 миллиона 300. Давай дальше пройдем по этому. Это у нас седу, получается, RTX. RX-T. RX-T. Также он идет трехместный, 300 лошадиных сил. Но он уже по бюджету чуть дешевле, чем GTX. Тот мощнее. Тот явно мощнее. Нет, ну то есть, кстати, 300-300, этот одинаковый у нас получается. Тоже аудиосистема есть. 2-150, друзья. То есть получается, раз, два, крайний тот стоит, три. И желтенький четвертый. Слушай, ну желтенький прям вообще, я не знаю, я бы его, наверное, бурил. Потому что он прям такой сочный, сочный, друзья, цвет. Здесь подножки у нас нету. Водомет. Водомет есть. Отсюда? Подножка, получается, это дополнительная функция, да? То есть мы ее можем установить по желанию клиента, как бы. Жень, я как понимаю, это у нас не японский бренд? Да, это у нас абсолютно верно. Это бренд канадский. То есть получается, завод стоит в Мексике, через Америку, отправляется сюда, в Корею. Ну а мы уже, в свою очередь, перекупаясь здесь, отправляем ее в Россию. В Россию и, кстати, в Казахстан, либо куда-то еще нужно, вообще в любую точку мира, можно, друзья, отсюда отправить. Так, ну что еще я хочу посмотреть, слушай. Ну да, аудиосистема есть. Прям прикольные зеркала у него, конечно. Но и сам вид, друзья. Ну просто вот этот V-образный, агрессивный. Я думаю, он просто будет давать кучу эмоций. 2 миллиона 150. Пойдемте желтый еще более детально посмотрим. И уже будем планомерно передвигаться, получается, к нашим квадроциклам. Гонял я на одном из них, слушайте, ну он просто сумасшедший. Есть о чем поговорить. Так, что, тоже аудиосистема? Ну все то же самое, Жень. Все то же самое. Все абсолютно то же самое, только цвет. Цвет у нас очень красивый, желтый, яркий, выделяющийся. То есть, ну, как бы, народ любит. Народ любит. Так, ну что, друзья, давай так, по бушке. Если что, пишите, получается, в наш отдел продаж. Будем вместе с Женей все полностью рассчитывать. И, соответственно, уже довозить до России. Да, посчитаем все без проблем. То есть, цены хорошие. Оперативно отправляем. Там точно так же, в Владивостоке, все очень быстро выходит. То есть, ну, что касается гидроциклов, квадроциклов, то есть, они быстро выходят, быстрее, чем машины. Прямо сразу, да? То есть, их так не держат. Да, где-то в среднем 4-5 дней. Да, кстати, сейчас многие, кто будут задавать вопрос, а с растаможкой ли это цена? Абсолютно верно. Все полностью, под ключ. Во Владивостоке. Но, друзья, смотрите, может, вы через неделю напишите, может, вы через 2 недели напишите, посмотрев этот ролик. Нужно все равно привязываться к курсу. Мы все равно с вами будем перерассчитывать, просчитывать. Но вот на сегодняшний день, сегодня, друзья, у нас 6 декабря, и этот красавец может быть в вашем владении за 2-150. Да, и может быть уже в Владивостоке до Нового года. Прямо ты ее отправишь? Без проблем. Ну, смотрите, какой. Ладно, погнали. Все, давай посмотрим по квадриков. Пока Женя, получается, хотел нас завести один. Мы же вам еще не показали. Есть еще один GTX 230 на 230 лошадиных сил. Так, вот в таком состоянии, по факту, ну, здесь, видите, он закрытый. Да, но это, получается, абсолютно родная упаковка, то есть, в которую приходит, да, как бы здесь коробка такая, натянутая пленкой. То есть, мы, соответственно, как бы вскрыли, чтобы перепроверить его. И вот он сейчас... Прикольно, он боком так стоит. Ну, это вот так вот. Они вот так заводы идут. Да, заводы, они так идут, получается. Прикольно, прикольно. Так, давайте подниму. 230 лошадиных сил, 2-3 местный. Это у нас 3-местный. Это 3-местный. Новый тоже, 22-й год. Друзья, ну, вот он, прямо вот, как с завода с упаковки. И цена его 1 900. 1 900 уже под ключ. Слушай, ну, хорошо. Я смотрю, у тебя и снегоходы стоят. Сейчас мы тебя достанем со снегоходами, потому что тоже много кто спрашивает. Давай посмотрим тут второй. А, этот мы посмотрели. Давай по снегоходам. Здесь это что, у тебя все на Россию уже уйдет? Да, но это у нас бэушный, получается. Вот, давай цены, давай цены на бэушку, потому что это интересно. Это кто у нас? Это у нас GTX Limited, получается, в цвете Millennium Sage. То есть, фисташковый цвет. Так его называют в России. Наката у него всего 9 часов. Состояние, как ты видишь. Вообще, как он. Мы его просто в пленку обмотали, чтобы пыль не садилась. Перед отправкой все опять вскроем, запакуем в коробку и отправим. На телеги пойдет? Нет, телеги это отдельно. Телеги в России можно вывозить? Телеги можно вывозить, но, получается, из-за цены, как бы, они... Проще в России покупать. Проще, да, купить в России. Я понял, потому что сам фракт на эту телегу, походу, будет... Абсолютно верно, да. Друзья, ну, чтобы вы понимали, на корабле он не пойдет так. Так, цена. Цена у данного агрегата где-то в России в районе 2 миллионов. 2 миллиона. Хорошо. Этот кто у нас? Этот у нас RXP двухместный. Также 300 лошадиных сил, но уже двухместный. То есть, для дуэта. Да, 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 да. В дуэте покататься, как говорится. Цена. Это тоже бушко? Нет, это абсолютно новое. То есть, единственное, да, мы его с коробки вытащили, то есть, чтобы перепроверить. Он пришел к нам абсолютно новым. То есть, мы его замотали. Все, то есть, у него ноль пробега. Понятно. Ноль часов. Слушай, вопрос такой. А если вдруг у нас бюджет миллион? Миллион рублей, то есть, сегодня можно притащить, то есть, это у нас где-то 13-е года, 15-е года с пробегами порядка 200, до 200 часов. До 200 часов можно будет. То есть, по факту, он будет жить и жить и жить. Абсолютно верно. То есть, в Корее, получается, они в основном на море не ездят, только на речках. То есть, пресная вода. А, то есть, все. Гнить, как говорится, не будет. А по морю что, их не выпускают? Нет, почему? То есть, по морю тоже можно, то есть, в море тоже работают, но в основном, то есть, корейцы берут, чтобы покататься на речках. Короче, я реально здесь в Корее, мы когда, помнишь, первый раз приезжали, мы даже ни разу не скупнулись, вы с Никитой только раз скунулись, но потому что, ну, нету такого пристрастия к купанию, не знаю, наверное, у корейцев, да? То есть, как бы, да? Нет, почему? Все работают, потому что, все реально работают с утра, блин, до вечера. Ладно, все прикольно, давай смотреть, что у нас по снегоходам. Кто это такие у нас? Это у нас тот же самый производитель, как и здесь. То есть, видим, лейбл получается, это компания BRP, то есть, скиду 900 кубиков. Данные модели были, то есть, участвовали в Олимпиаде в Пенчанге в 2018 году. Да. И вот мы их забрали, то есть, было 17 штук, то есть, осталось 2. Я что, могу к Олимпиаде прикоснуться? Я, друзья, прикоснулся к Олимпиаде. Так, хорошо, сколько пробега? Что по нему есть? Пробега на них, получается, где-то в районе 3000 километров, то есть, у них есть подогревы. Сразу же, да? Вообще, они идут как двухместные, но, как ты видишь, то есть, можно и детей покатать, и сзади тоже санки привязать. И груз можно что-то перевезти, соответственно. Блин, прикольно. Вон на лыжах у нас передняя часть, дальше у нас получается здесь уже гусеница. Цена сколько? Цена на сегодняшний день, то есть, они таможатся, как автомобили приблизительно, где-то в районе 350 тысяч рублей, плюс-минус таможня на них. Цене где-то, ну, средний ценник, миллион 600, миллион 700 в Владивостоке уже растаможен. Уже растаможен. Уже растаможен. Круто, круто, круто. Ребята, ну, слушайте. Так, хорошо, я же на этом квадрике катался. Да, это этот квадрик, то есть, это у нас бушный, 22-й год. Тоже, ты все БРП захватил. Пробега у него всего 580 км, но у него уже стоит защита. Да, я его, кстати, тогда видел, фаркоп, защита, да? То есть, у нас дальше кейс стоит. Да, да, да. Впереди, получается, освещение, то есть, апгрейдили. А, который синеньким таким горит, я помню. а не как на заводских. Ну, ладно, давай, как раз пойдем к ним и уже более детально посмотрим, что здесь из такого из приколюхов. Данного агрегата полное название, то есть, это БРП, Аутлендер, Кенам 1000, Макс Лимитед. Короче, а так называют их Аутлендер, и по факту БРП-шки также их называют. Ну, да, то есть, да, да, да. Так, это лимитовая версия. Это лимитовая версия, да, то есть, с объемом. Что здесь такого лимитового? Давай сразу, чтобы было понятно. Я вижу, что у нее фоксовские стоят амортики трехпозиционные, как я понял, я потому что читал про них. Далее, что у нас? Блокировки тоже очень интересно переключаются, чтобы он мог сразу же дифференциал перекидывать, получается, и вытаскивает вас из грязи. Плюсом, можно будет его в спортивный режим увести, и по пересеченной местности он просто топит. Это самый максимальный по факту. Но это убийственная вещь, на самом деле, то есть. Здесь надо сумму. Ты помнишь, да, мы прокатились здесь. Да, да, да. 91 лошадиная сила, друзья, ну, там, 997 кубических сантиметров, 2022 год, они трехместные все идут, получается? Нет, они идут двухместные. А, двухместные? Они двухместные. Ключи, как видишь, у всех одинаковые. Кстати, ты знаешь, что по ключам здесь прописан в ключе код на двигатель. То есть, соответственно, без ключа они не подходят. Не подходят, да, да. То есть, очень противоугонная система, умная. Ну вот, Илья, посмотри. То есть, как мы видим, километраж абсолютно ноль. 0,1 километра. То есть, он даже километр еще не проехал, друзья. Ну да, мы его толкали, то есть, когда нам его привозили. То есть, здесь есть переключение блокировки. Блокировки. Потом здесь идут режимы. То есть, как видишь, можно спорт. Можно спорт выключить. То есть, просто обычный рабочий режим. То есть, это у нас, ну, я думаю, ребята знают, то есть, это у нас газ. Да, 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 потому что здесь не ножной, он прямо ручной. А тормоза у нас есть. То есть, как можно ногой, так и можно рукой. И ручной тормоз. Так, подогревы есть? Подогревы есть. Подогревы ручек, получается, у нас тоже стоят. Так, вот у нас, это получается лебедка передняя. О, кстати, давайте посмотрим сразу же, друзья. Смотрите, оснащается сразу же таким обвесом, плюсом у нас лебедочка. Я, как понимаю, он, короче, он очень много может полезного груза перевозить. Абсолютно верно. Как здесь на передней части, так же на задней части у нас. Плюсом, подогревы ручек тоже же здесь стоят. Да. Да, подогревы ручек здесь стоят. Слушайте, ну, он просто сумасшедший. Цена на сегодняшний день, подключивая Владивосток? В районе двух миллионов. Уже с ПТСкой? Уже с ПТСкой. То есть, точнее, ПСМ? Ну, да, они с ПСМ. С ПСМкой. Давай, сколько квадрик отдашь ПУшку? Ну, сколько? ПУшный слой отдам. Ну, в районе, наверное, миллион восемьсот пятьдесят уже с ПСМом. Друзья, ну, это все, это тоже лимитовая версия полная, ну, чтобы вы понимали, то есть, как бы у нас он вообще прям раканулит. Давай его вытащим. Так, ну, все, мы его достали, можно сказать, из-под чехла. Что здесь у нас, как мы увидим, на тех кейсов у нас нет. Здесь он уже доукомплектован. С кейсиком. Защита. А впереди, она вообще получается под всем. Да, она полностью идет. Давай-ка посмотрим, засунем туда много. Да-да-да, вижу, что есть защита. Здесь, здесь тоже защита. На приводах тоже защита у нас. Так, так же, это тоже лимитовая версия. Это тоже лимитовая версия. Да, фаркоп, здесь вот эта дуга, кстати, как ты заметил, там фаркопов у нас нет. Да-да-да-да. То есть, с завода вообще фаркопы не выходят. То есть, соответственно, здесь покупалось все отдельно. Ну, что еще у нас кейс мы увидели? Резина прям хорошая. Такие хромированные диски, они тоже у нас идут с завода. Далее, что у нас? Есть лебедка, и он доработанный, друзья, у нас свет. То есть, у нас передняя головная фара, плюсом, таким светодиодом он мелькает синим цветом, синим, красным, прикольно. Лебедка это тоже у нас есть. Так, ладно, хорошо. Вроде бы бюджет 2 миллиона, или там 1 миллион 800, все можно брать. Что по бушкам? Есть они здесь? Есть. То есть, есть бушки, по запросу все просчитываем, все скидываем. Давай так, вот чтобы, ну, допустим, там, я помню, очень много запросов идет на 850 кубовые, то есть, не кубовые, 850, которые идут у нас. Сколько? Ну, вот плюс-минус, чтобы вот людям, так сказать, бюджетный вариант, вот он хочет на дачу, либо куда-то себе погонять, там, по лесу, еще куда-то, то есть, либо там полезную грузку-то перевезти, ну, плюс-минус. Ну, плюс-минус, то есть, это где-то в районе 1 миллион 600, миллион 800. Почему? То есть, ты сам знаешь, у нас, как бы, очень много сжирает логистика, упаковка и плюс таможня. То есть, от таможни мы никуда не можем убежать. От логистики никуда, от упаковки никуда, друзья, потому что, чтобы его упаковать вам, тяп-ляп, ну, слушайте, он придет, вы потом еще больше денег выкинете, потому что здесь поцарапают, там сделают еще что-то. Так, друзья, это у нас 242-я Yamaha X, лимитовая версия. Давай по ней, жги. Немного бушная, то есть, 54 часа наката. 20-й год? 20-й год, то есть, у нее стоят, получается, два двигателя по 180 лошадей, в общем объеме 360 лошадей. Слушай, ну, это она топит прямо. То есть, по местам вместительность у нее 12 мест, по-моему. 12-ти местный, такой прямо, куда-нибудь выйти в акваторию. Скажи, пожалуйста, сколько цена во Владивосток под ключ? В районе 7,5 миллионов. Если нужно, опять же, обращаемся к нам в социальные сети, в отдел продаж, просчитываем и довозим. Ну, их, к сожалению, мало в Корее. Их мало. Осталось единицы. Я помню, когда мы летом одну вот эту вот вывозил, я помню. Была точно такая же лодка, да, то есть, и вот вторая. Слушай, прикольно. Жень, скажи, пожалуйста, что с телегой, как он пойдет, тоже в обрешетку его или как? Нет, то есть, обрешетку не будем, потому что это дорогое удовольствие, то есть, у катера длина более 7 метров, то есть, вместе с телегой, это уже почти 8, соответственно, да, оно пойдет на родной телеге, то есть, здесь, получается, мы докомплектуем, то есть, запаска у нас, резина. А, ну да, чтобы он не амортизировал, да, получается? И, соответственно, балкером погрузим, то есть, балкером точно так же выгрузят. И так же выгрузят, и все, его по факту, потом уже, ну, то есть, транспортировка уже по России, так же мы ей занимаемся. Жень, спасибо тебе большое за то, что ты сказал всю информацию нам. Так что, друзья, если вдруг нужна водная мототехника, пожалуйста, обращайтесь в наш отдел продаж. Друзья, поставьте лайк этому видео или загоните дизлайк, если вам не понравился такой обзор, и вы вообще потеряли свое время. Или напишите комментарий, кстати, на комментарии я на каждое отвечаю, соответственно, тоже вам вместе с Женей помогу просчитать, если вдруг там нужна какая-то, ну, водная техника, будем помаленьку, потихоньку просчитывать. Так же есть наш телеграм-канал, ссылка в описании под этим роликом, там самая актуальная информация, и самое главное дело живое общение. Ну че, спасибо. Спасибо, ребят, лайк авто.